Николай Маломуш, генерал армии Украины, руководитель службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, присоединяется к нашему эфиру. Добрый вечер, Николай Григорьевич. Здравствуйте. Приветствую, слава Украине. Героям слава. Николай Григорьевич, по вашим наблюдениям, как сейчас, если смещение неких акцентов, Харьков уже более так уходит на задний план, а Покровское и Северское направления сохраняют напряженность, так? Ну, первое, что мы исходим из того, что это был стратегический задум противника, начать именно наступательную операцию на Харьков, предусматривать даже на Сумское направление, но не хватило резервов уже по последним данным. Предлагали, что это будет более эффективная наступательная операция. Мы туда подтянем основные силы с Покровского направления, ну, от Часового Яра, например, с направления даже более четко с юга, это из Забровской области. То есть будем в таком хаотическом формате стягивать войска с различных, особенно горячих точек. То есть там нужно, тем более, там не входило подготовленные войска с хорошим опытом. Но мы знали эту информацию, готовились к контр-удару. Передняя линия там обороны действительно была не так мощная, но создали две-три линии обороны в последующем. И четко локализируем ситуации во всех направлениях. Да, враг зашел на 5 до 9 километров, но сейчас мы фактически блокируем в отдельных населенных пунктах или возле Волчанска непосредственно, в некоторых населенных, так сказать, секторах самого города. Но у него перспектив уже наступать нет. Но задача была поставлена в период, так сказать, отвлечения наших сил и средств, начать очень мощное наступление на Покровское направление, захватить второго сектора, это Часовьяр, и двигаться полнокровно с двух стратегических направлений по захвату Донецкой области. Это, конечно, направление Константиновка, Краматорск, это Славянск, то есть вся фактически область должна быть именно сейчас оккупирована на протяжении нескольких дней. Ну и так вышло, как планировал противник. Мы эти планы знали. Резервы с этих направлений, тем более понимая, что это будет статистическое для врага, не снимали, а наоборот усилили. И как в Харьковском направлении, так и на Донецких секторах, и возле Бахмута, возле Часовьяра, Покровское направление, и далее ниже, аж до Угледара. Все-таки с ее средств четко держат свои позиции. Дополнительно были поставлены боеприпасы, чтобы чувствовать дефицит. Ну и еще, можно говорить, и так очень много, но уже дефицита такого нет, поэтому стабилизация по различным точкам прошла. Хотя враг, с учетом того, что поставлен задачей, думал, что у нас не будет дополнительных средств защиты, двинул туда все и пытается десятки раз атаковать каждый день. Вот, а некоторые дни до 80 раз на Покровском направлении. Это предполагаю то, что именно лично контролирует Путин это направление. И Герасимов, который сейчас перебрал на себя основные функции управления войсками после перемещения министра обороны Шойгу, уже обещал, что эта операция будет проведена успешно. А получилось, на правду, что мы стоим очень мощно и на Покровском направлении отбиваем и вчера, и сегодня атаки. И возле Часова Яра, где они уже практически дали отчет, что Часов Яр практически захвачены. Оказалось, что нет. Наоборот, мы и мощно подавили какие-то сливы средства, тем более несколько секторов были контратакованы, где они пытались обойти и Часов Яр. То есть ситуация тяжелая, но с учетом того, что мы знаем, что врага имеют дополнительные резервы, сейчас стабилизировали, если в целом, так сказать, и враг не имеет возможности наступать дальше. Так же самое, как планировано на юге, захватить работе, работа поставила задачу вербовое. Зашли на окраину Работина, мы их мощными огневые средства уничтожили и фактически откатили назад. То есть вся статистическая операция, которая планировалась несколько месяцев и должна быть реализована на протяжении прошлой недели и эти дни, практически не удалось. Но, конечно, понимаем, что ситуация очень сложная и тяжелая. Нужно очень мощно стоять, реагировать на все движения противника и проводить нестандартные действия по нанесению контрударов по нему в разных секторах, включая Покровское направление, которое является очень жарким. Сейчас Северское направление также пробует там прорваться, но мы понимаем эту задумку врага, поэтому также мощно наносится удары по всем направлениям, где враг планировал и пытается сейчас развивать наступательные операции. Николай Горьевич, а если говорить о потерях врага, то какие они были при попытках прорыва в Харьковской области и при наступательных действиях сейчас в Донецкой и Луганской? Ну и говорим о том, что колоссальные потери за три дня на Харьковском направлении. 750 человек только были убиты, многие были ранены, десятки-десятки танков, БТР, БМП, артиллерийских систем уничтожены, сейчас захвачены, включая захваченный плен. Поэтому это нестандартно для ведения войны, потому что в день мы выводили в строй, то есть уничтожали от 1500 до 1700 человек. Это колоссальнейшие потери. И за неделю на двух секторах, Харьковский, Донецкий, Фракийский, эти сектора было примерно уничтожено до 10 тысяч. Это мощная дивизия или две бригады, минимум. Это только в живой стиле. Ну и, соответственно, несколько сот месяцев берем танки, БТР, БМП, самоходные установки, другие, например, радиоакционные системы, ну, беспилотники по разным направлениям, как на линии боя, так и там, где они пытались наносить удары по гражданский объект, это сотни беспилотников за неделю. То есть видим, что подрыв очень мощный. Почему остановилась стратегическая наступательная операция на Харьков? Силы средств дополнительно нет. Разведка наша, я говорил, 4 дня назад, что будет четкое наступление на Сумском направлении. Но мы отслеживаем все движения. Сейчас противника резервом наступать еще на Сумском секторе практически нет. Да, будут обстреливать провокации, возможно, диверсионные вылазки, но и там открывать новый фронт, чтобы оттягивать дальше силы с Покровского направления Часовяра, Бахмута, Вугледара и тем более Запорожского, точно уже не получается. Принцип концентрации сил на других направлениях и принцип внезапности и переброска сил там, где они пытались прорваться, не сработал. Мы, во-первых, знали планы и задумы. Постепенно все-таки подошла часть, в первую очередь, боеприпасов, это первые пакеты. Более-менее уже начали поступать новейшая техника вооружения и от наших партнеров, и от наших уже оборонщиков ОПК, и особенно дроновые возможности. Дали все-таки возможность там сейчас стабилизовать ситуацию, хотя, конечно, будет дальше продолжаться очень тяжело, потому что враг уже не считается с потерями. То, что мы говорим, терял 1500-1700, это для них уже колоссально. Раньше было 800 очень много, а это в два раза больше. Но мы видим, что задача поставлена, тем более контролируется не только начальниками штаба Герасима, а лично Путиным. Поэтому вкладывается все, пытаются задействовать все ресурсы, все резервы. Даже перебросили часть чеченцев в Харьковскую область, которая не характерна для современного периода. Перебросили ряд частей ВДВ с различных секторов, где раньше они держали позиции. И там пытаются, да, они более активно работают, но наши ребята их точно так же самонейтрализуют. Более, конечно, сложно, но работаем по всем направлениям. Я думаю, что сейчас мы уже знаем все стратегические планы врага. Конкретику очень четко на конкретных секторах и даже в секторах обведения огневых операций. Поэтому не удастся где-то продвинуться в тактическом формате. Где-то маневры могут быть 200-500 до километра, а то да. Но это война, это реальная ситуация, где мы можем занимать более выгодные позиции. Поэтому аналитики дают часы в Ярдове, вот мы должны сдать. Да нет, ничего не должны мы сдать. Вот все зависит от реальной ситуации на конкретный период. И возможности сманевровать так и сработать, чтобы никакой прогноз не оправдался в плане негатива для конкретного сектора нашим вооруженным силам. Путин снова заикнулся о создании некой санитарной зоны в Харьковской области. Можете ли вы популярно объяснить нашим телезрителям, что, в принципе, не имея под собой оснований такое заявление о создании санитарной зоны, что, мол, российское приграничье и так, и так, объекты в Белгородской и Курской областях и так, и так будут страдать от наших ударов беспилотников, а на самом деле целый лет операции носит совсем другие цели? Ну, это такая модная фишка, санитарная зона, как-то уберечь там белого родства или других представителей областей. Во-первых, это полностью еще раз идеологическая операция на уровне же самого Путина, который как бы создает какие-то санитарные зоны для защиты граждан, как он говорит, мирных населения, хотя сам каждый день совершает массовые террористические акты. Вот от Путина нужно делать санитарную зону по всему фронту и, скорее всего, по границе за 100 километров и дальше туда в Россию, а не туда, не сюда. И второй момент, эта санитарная зона ничего не решает, потому что сейчас современное вооружение достает до 2000 километров даже наши беспилотники, ракеты нашего производства, ну и, соответственно, наших партнеров до 300 километров. То есть никакие санитарные зоны по 80-90-100 километров не работают. И третья составляющая, да мы этой санитарной зоны создавать по лекалам Путина не будем. Будет двигаться фронт, будут носить контрудары и никаких санитарных зон не будет создаваться в нашей территории. Будет реальная война. Поэтому будем отбивать противника сегодня, уничтожать резервы и перспективы накапливать ресурсы за счет наших партнеров, закупки за рубежом и за счет нашего ПК, постигая стратегию контрударов в тех точках, где враг не ожидают, и развивать будем стратегические наступательные операции по освобождению территории. Такой краткий алгоритм на протяжении, я думаю, до конца этого года. Поэтому и Зеленский говорит, что у нас перспектива наступления есть. Но для этого нужно очень четкие условия. Еще раз, стратегия, которую разрабатывает Генштаб, подготовка войск к этим ситуациям, которые враг не ожидает, у нас пытается втянуть тяжелую войну, затяжную, наращивая свои большие ресурсы, дальше, дальше постепенно выдавливаться отдельных территорий. Это мы все понимаем. Поэтому враг не пройдет по всем стратегическим направлением. Мы будем, соответственно, уничтожать резервы, что сейчас и делаем. Мы говорим, сколько он потеряет каждый день. Мы будем создавать укрепрайоны, которые не пробиваем для врага. Ну и самое главное, накапливать, накапливать новейшие технологические средства. И наши ВПК, это дроны, это ракетные системы, это бронетанковая техника, радиоакционные системы. И, конечно, за счет наших союзников большой пакет США, Европейские союзы, конкретные страны, которые все больше поднимают уровень поставок. Это Британия, это Германия, это Франция, это частично Испания, это Скорбинавия. Те страны, которые имеют высокотехническое вооружение. Я думаю, завтра на Рамштайме это все будет четко проанализировано, потребности сориентированы и ускорены самые классические пути поставок. И, конечно, это боеприпасы, миллионы штук. Это за счет и наших партнеров, закупки по всем фронтам, не только Чехии, ну и производства уже в ЦАП собственных. Вот такой симбиоз всех действий активных с началом уже новой стратегии в войне будет позволять решать задачи освобождения нашей страны. Вот так на это ориентируемся сегодня и президент, и командование. И мы на это ориентируем наших союзников. Они формировали санитарные зоны, какие-то, так сказать, форматы перемирия на условиях Путина. Сокупировали территориями, которые он сейчас пытается дожать за счет агрессив. У нас и показать Западу, что перспектив нет. Он наступает на Харьковское направление, а Китай, Бразилия, Индия. Говорят, чтобы они давили и на Запад, и на наш, чтобы мы соглашались на его условия. Эту всю модель мы знаем. И полностью расшифровали. И вот один принцип. Принцип международного права, который работает для всех. И для Китая, для Бразилии, для Индии, а особенно для России. Который должен покинуть территорию, но он это сделает только под реальным влиянием наших войск на фронте. И, конечно, на концентрации международного сообщества против России. Это два фактора, которые сработают на победу Украины. На стойкий, четкий мир и новую архитектуру миропорядка, которые пойдут в страны. Потому что им также нужно иметь стабильное общество, стабильный мир. И допустить особенно ядерные войны или новых агрессий по конкретным странам. Недавние удары силы обороны по военным объектам россиян в Донецке, в Луганске. Радиолокационная станция на Айпетре. Аэропорт Джанко и совсем свежий аэропорт Бильбек. Вот не складывается у вас такое впечатление, что дальнобойное оружие от наших союзников уже приходит, и силы обороны уже им владеют, и дальше будет больше. Но мы уже неоднократно говорили о том, что очень важно стратегически уничтожать объекты на территории России и на оккупированных территориях, включая Крым. Дальнобойное средство это пусковые остановки, это эскандеры, это уфрагистские крылатые баллистические ракеты, раз, на старте или до старта. Их склады боеприпасов. Точно так же С-400, которые мы несколько уничтожили в Крыму. Точно так же аэродромы различных типов, включая БЛБ, где находятся МиГ-31, те же цирконы и кинжалы там, на них находятся, не только в Российской Федерации, а в Крыму. Это непосредственно близость. Это и сушки, это МИГи российские находятся и там, и, так сказать, на других аэродромах. Поэтому это основные объекты нанесения ударов, как на территории Крыма, оккупированных территориях, так и на территории Российской Федерации. Работают, в первую очередь, наши беспилотники различных типов и средней дальности, и баллистического типа, который отбьет до 2000 км, и могут нести уже заряды в перспективе до полтоны. Это мощнейшее средство. Вторая составляющая, это наши ракетные средства, также до 3000 км КБ «Луч», а в перспективе КБ «Южный», мы знаем, какие они имеют возможности, это всему миру известно. И поэтому, на этой ситуации, это вторая составляющая. И третье, то, что вы говорите, это наши союзники, которые дали Британии, Франции практически, дали добро на использование по всем территориям, по направлению дальности. Это примерно 300 км. На оккупированных территориях и на территории России в рамках статута ООН. То есть страна, которая защищается, имеет право просеять вооружение, технику, боеприпасы, даже войска для защиты. И могут использовать полнокровно против агрессоров. А агрессор такого права не имеет. Но он делает. Поэтому нужно сейчас, чтобы и США посовласились. Потому что, когда был Энтони Блинкен, ему неудобно было сказать, что нет, мы не даем добро на использование. А практически согласились, что да, можно бить врага в различных точках. Но сразу же подправив Пентагон, да и его же ведомство тоже сказали, да нет, мы еще добро не давали. И этот вариант нужно устранить. Поэтому сейчас в Труншеду, Скальти и другие бьют, и наши средства. Я думаю, что сейчас будут и Атакамсы бить не только по Крыму, и по аэродромам, и пусковым установкам, и по кораблям, и транщикам, но и по Российской Федерации, где большая концентрация войск. Нам нужно уничтожать глубокие тылы, основные стратегические точки в России и на оккупированных территориях. Средние тылы, это уже другие средства, это типа Хаймерсы, 270-ки, которые бьют на 80 километров. Это уничтожать резервы, которые движутся на фронт и идут по российским путям. И, конечно, на самом фронте. Это вторая составляющая. И третий момент, это защита надежно наших гражданских объектов. Граждан, в первую очередь, жилых помещений, инфраструктуры, энергетических объектов, в которых мы сейчас все-таки терпим проблемы. Вот эта составляющая должна быть усилена по всем статьям. И поступает сегодня правильно, сказал президент, что поступают и патриоты. И нам, в принципе, обещали восемь. Они, в принципе, состояли в поставке. И Айрисы, которые сбивают первые и баллистику, вторые крылатые ракеты. Ну, соответственно, другие средства уничтожают полностью дронов. Радиокационные системы, создание электронных щитов против ракет, дронов, самолетов, вертолётов. Это мощнейший второй эшелон системы ППО и противодействия противнику. И, конечно, я думаю, в ближайшие месяцы это уже будут F-16. Да, ещё небольшой эшелон, но это усилит нашу воздушную модель ударов. Ну и, конечно, противодействия как авиации противника, так и ракетным средствам противника на поле боя или на направлениях, где они пытаются бить по гражданским инфраструктурам. Николай Григорьевич, буквально несколько слов, конечно, не могу не спросить об этом. Тральщики, ковровец или ковровец, на самом деле, честно скажу, не знаю, как он правильно называется. Сообщили Силы обороны Украины о его уничтожении. Минобороны РФ пока не комментировало. У нас буквально минутка остаётся. Что это за корабль и с чем может быть связано сейчас молчание МОРФ? В первую очередь, Российская Федерация всегда молчает, что она теряет. Помним, сейчас кружка атомная. Путин молчал много дней, вот это только провелось. А тут война. Им показали, что уже уничтожен тральщик, а это уже, так сказать, ещё удар под дых, прямо скажу. И военным, и военно-политическом формате, и информационном. Поэтому это всё скрывается. Мы нанесли очень мощный удар, его фактически уничтожили. Это тот корабль, у него примерно человек экипажа, 75 метров длиной. Он может проводить операции по разминированию, сопровождению или продвижению судов по различным коридорам, проверяя, нет ли мин. Тральщик составляющая, это, конечно, радиационные системы в него находятся. Выявление ракетных ударов, вертолётных, беспилотников наших. То есть такой многопланной. Но большая его функция была, тральщик просто, это продвижение, создание коридоров безопасных в минных полях и в системах, которые именно пытаются наносить удары по плавсредствам российского флота. А их они выявляют, там, соответственно, есть система контроля и нанесение или наведение на удару их ракетных систем или других моделей, например, тех же беспилотников российских. Вот один ещё такой объект, который сопровождал суда, давая в целе указания, вот, их защищал в некоторой степени, уже уничтожен. Это ещё один успех. И уже этот флот, который мы говорим, якобы, в Черноморске, мы максимум флотили. Я думаю, это хороший успех и хороший военно-политический формат и для нас, и для наших союзников, когда мы работаем. Да и россиян, они понимают, что будем бить дальше их. Спасибо, Николай Григорьевич, за ваше участие в нашем эфире, за ваши комментарии. Николай Маломуш, генерал армии Украины, руководитель службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.